Выгоревшая от обстрелов трава из увеченной дороги. Так выглядит путь на Авдеевку. Сегодня у нас по плану эвакуация жителей из города Авдеевка и ближайших сел. Желающих эвакуироваться стало больше, отмечают полицейские, ведь россияне усиливают атаки по мирным жителям. Село Семеновка. Мы проезжали по центральной улице и вышла женщина. Очень просила, чтобы мы ее вывезли. И мы договорились, что она сегодня соберет вещи, и мы их с мужем вывезем. Под такой аккомпанемент люди здесь живут постоянно. И это еще тихо. Едет экипаж быстро, чтобы не попасть под артобстрел или атаку российских дронов. Это суровые Авдеевские будни. Ракета возле нас. Каждый эвакуационный рейс полицейских – риск для их жизни. В связи с обострением ситуации возросло число желающих выехать из Авдеевки и окрестностей. Экипаж «Белый ангел» эвакуировал из частного сектора в безопасное место семь человек, а также их домашних любимцев. Доставили в больницу женщину без сознания и в критическом состоянии. Позднее полицейские эвакуировали людей из Авдеевска в многоэтажке. Ночью здание претерпело несколько ударов. Жители прятались в подвалах и не знали, доживут ли до утра. А затем приехали за мужчиной с собакой. Пенсионер уверяет, что она спасла ему жизнь. Пес чувствует, когда будет прилет и бежит прятаться в подвал. Идет по кругу, это точно, сто процентов. Она мне вот только, когда ракета прилетела, она спасла меня, честно. Несмотря на сокрушительные вражеские обстрелы в Авдеевке, остаются сотни мирных жителей. Некоторые наотрез отказываются покидать руины. Некоторые сожалеют, что не уехали раньше. Защитники Украины убеждены, что Авдеевка остается приоритетом для российских войск. И они снова попытаются взять город. Ведь он расположен всего в 15 километрах от удерживаемого Москвой Донецка. И с 2014 года является символом украинского сопротивления. Продолжение следует...